Мир вам! Перед тем, как мы будем молиться, мы хотим напомнить, что те дети, которые идут в первый класс, то, пожалуйста, родители, дедушки или бабушки, направьте их сюда, вперед, на первую скамейку. Ну, а мы помолимся, начиная служение. Наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день воскресный, за то, что Ты даешь эту замечательную возможность нам быть снова в Твоем доме. И мы, Господи, нуждаемся в Твоем благословении, в Твоем руководстве и на это вечернее служение. Мы знаем, Господи, что и в этом служении Ты приготовил для нас обильный духовный стол. И мы просим, чтобы Ты благословил нас в этом служении. Настрой наши сердца на слышание Твоего Слова. И когда мы будем слышать проповеди, когда мы будем слышать пение, помоги каждому из нас запомнить то, что Ты хочешь донести до сердец наших. И помоги нам исполнять Твое Слово, чтобы мы были исполнители Слова Твоего. И мы желаем, Господи, с Твоим благословением провести вот это служение. Все, что будет происходить, чтобы это принесло прежде всего Тебе славу. И было для нашего роста духовного. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Все вместе будем петь общим пением номер 27. О наш Отец на небесах, прими моление мое. О наш Отец на небесах, Сын и Дух Святой. Отец, 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 Сын и Дух Святой. Сын и Дух Святой. Отец, Сын и Дух Святой. Отец, Сын и Дух Святой. 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 Это молитвенные песни. Мы сегодня будем молиться. Молиться за школьников. Которые будут идти. Кто-то первый раз в школу. И знаете, я на них сейчас смотрел и думаю. Ну такие маленькие. А уже начинается взрослая жизнь. И мы сегодня будем говорить им пожелания. Также нам взрослым. Из Божьего Слова. И вы знаете, когда вот эти дети сегодня. Они живут довольно таки в сложное время. Вы согласны? Даже когда мы были маленькими, все было, мне кажется, намного проще. Когда мы учились в школе или были в садике, когда мы были на каком-то событии, на каком-то утреннике, обычно мальчики у нас с кем были? Обычно мальчики это были зайчики, девочки это были снежинки. Но когда я последний раз попал в детский сад, я удивился всему тому количеству тех суперразных героев, в которых дети были одеты, сколько тех, кому они подражают. И вы знаете, Писание нас также призывает к подражанию. Конечно, оно призывает нас к подражанию Иисусу Христу. Писание, апостол Павел когда-то говорил о том, что подражаете мне, помните, как я подражаю Иисусу Христу. Апостол Павел мог об этом сказать. И, конечно же, книга, послание к евреям, она дает нам целый список, целый список тех героев веры, тех вот людей, которым мы можем подражать. И о некоторых сказано очень и очень кратко сказано о том, что одни люди, они получали эти великие дела, они совершали великие победы, заграждали уста львов. Но были люди, которые, может быть, не были ничем приметны. Эти люди, они не получали при жизни, они скитались в бедности. Но Бог ставит их очень высоко. Бог особенно выделяет веру этих людей. И 32 стих 11 главы говорит. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророков. И я хочу сегодня, чтобы мы коротко посмотрели на одну личность, на одну личность, которой нам говорит Писание. Это личность Гидеона. Всякий раз, когда я беру из этого списка какую-то личность, у меня всегда стоит такой вопрос. А чем этот человек, он был выдающимся? Ну что такого Господь в нем нашел? Что Господь выделил? И почему избрал этого человека для того, чтобы совершать свое дело? И вы знаете, когда я вот смотрел на этого человека во Свете Писания, много положительных качеств. Но чем глубже я углублялся, тем я видел, что есть много в жизни этого человека, чему мы не должны подражать. Даже у этих героев веры в жизни было то, чему мы не должны подражать. Мы знаем, что в жизни Авраама были моменты, когда он где-то говорил полуправду. Мы знаем, что в жизни Иосифа были моменты, когда Иосиф где-то, может быть, превозносился над своими братьями. Мы знаем, что в жизни Иакова была также ложь и обман. То есть есть те моменты, которым мы не должны подражать. Так все-таки, почему же Бог выделил этих людей? Мы давайте вместе с вами прочитаем судей 6 глава, 11 и 12 стих мы прочитаем, короткие два стиха. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от Мадионитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою муж сильный. И первое, на что бросается наш взор, муж сильный. Может быть, Господь выделил этого человека, потому что он был особенно сильным человеком. Но вы знаете, вообще, когда ангел говорит к этому человеку, в этих словах есть определенная ирония. В этих словах есть даже определенный такой сарказм. Потому что, когда мы смотрим на это место Писания, мы видим, что ангел находит Гедеона в Тачиле. А Тачила это место, не предназначенное для молодьбы хлеба. Говорится о том, что пришли Мадионитяне, как саранча, народ семь лет находился в страхе, потому что их обворовывали. Народ находился в бедности. Единственное место, где говорится, что народ очень сильно обнищал. Никогда народ так не обнищал. И вот ангел находит этого мужа, который находится в Тачиле. Он спрятался в месте, переживал за этот урожай, переживал за свое родство. И ангел приходит и говорит, муж сильный. А этот муж сильный, он спрятался, как и весь народ. Весь народ, говорится в книге Суде, о том, что разбежался по пещерам. Он везде спрятался. И в это время у Израиля не было мужчин, которые бы вышли и могли вступиться за свои семьи. Все люди, они разбежались. Может быть, Гедеон был верным Богу. Тогда, когда весь народ отступил от Бога Израилева, может быть, он поклонялся один тогда Господу. Но вы знаете, дальше говорится о том, что Гедеон точно так же. Гедеон поклонялся со всем своим родством Богу Ваалу, Богу Солнца, Богу Плодородия. И дальше, когда ангел ему говорит в 13 стихе, Гедеон сказал ему, господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки маодинитян? Мы видим, что Гедеон говорит, я все эти истории слышал с детства, мне их рассказывали когда-то родители, но я не вижу этого. И мы продолжаем поклоняться Богу Ваала. Может быть, у него крепкая вера была, может, поэтому Господь его избрал, его веру выделил вот именно тогда. Но мы также видим, что вместо веры у него было маловерие. И он неоднократно испытывает Господа, Господь его посылает, а он говорит, пусть вот роса будет здесь на шерсти, а на земле росы не будет. И он говорит, если это так случится, то тогда я пойду и совершу это великое дело. Господь делает для него это чудо, но Гедеон обманывает Господа. И он говорит ему, извини, раба твоего, за то, что я еще раз буду просить, пусть теперь будет наоборот. И мы видим, что Гедеон не проявляет здесь вот этой вот сильной веры. Может быть, Гедеон принадлежал к знатному роду, может быть, у него были знаменитые какие-то родители, может быть, был он из рода полководцев, но посмотрите, Бог посылает его, он оправдывается. Судьи 6 глава 15 стих. Гедеон сказал ему, Господи, как спасу я Израиля, вот и племя мое в колене Монасии нам самое бедное, и я в доме отца моего младшим. Он принадлежал к самому бедному роду, он принадлежал к колену, которая никак, ничем себя не выделила. И он говорит ангелу, может быть, ты пойдешь в другое колено, хотя бы, может быть, в колено Иудина, и там кого-то изберешь, какого-то полководца, который совершит победу. А может быть, у Гедеона были задатки полководца, может быть, он был, вот, раскрыться в нем это должно было, и Господь увидел это, и мы видим, что набрана армия, большая армия израилетян, 32 тысячи человек. Ну, ничего, что младенитян в то время было 138 тысяч. Вы знаете, ну, один к пяти, один к шести можно одержать победу, но Господь говорит, много с тобою народа. Не можешь ты одержать победу, кто труслив, пусть идет домой. И очень хорошая армия была, 22 тысячи человек, они разворачиваются, и как были трусливыми, они так и уходят домой. Остается 10 тысяч, но есть какая-то еще надежда одержать победу, 10 тысяч со мной. Но Господь говорит, много с тобой. И помните, сколько человек осталось с Гедеоном? 300 человек. Это пропорция, если посмотреть, пропорция была в 450 раз, младенитян было больше, в 450 раз. На одного израилетянина было 450 человек. Есть ли какая-то надежда на то, что я великий полководец, и я совершу победу без Господа? Конечно же, нет. Может быть, сила Гедеона была в смирении, еще в одном качестве. Вы знаете, когда я первый раз читал, то я заметил вот такую черту, что у него было смирение. И помните, народ к нему приходит и просит его царствовать. После того, как одержана великая победа Господом, народ приходит и говорит, царствуй ты, и царствуйте, пусть царствуют твои сыновья над нами. И такая прекрасная речь Гедеона происходит, 8 глава, 22-23 стих. «И сказали израилетяне Гедеону, владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки младенитян». Гедеон сказал им, ни я не буду владеть вами, ни сын не будет владеть вами, Господь довладеет вами. Прекрасное качество смирения у Гедеона, да? Но вы знаете, когда мы ближе смотрим на его жизнь, оказывается в дальнейшем, что и смирение его было, ну не совсем можно сказать, искренним. Почему? Потому что дальше мы читаем, судей, 8 глава, 30 стих. «У Гедеона было 70 сыновей, происшедших отчресал его, потому что у него было много жен. И мы узнаем о том, что у Гедеона было много земель, он имел больше, чем все остальные, то есть он имел в народе израильском определенный статус. Он все-таки был как царь». И интересная есть вот такая вот, такая может быть тонкость в этом, 8 глава, 31 стих, 8 глава, 31 стих говорится о том, что «так же и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимилех». Такое имя, да, вы знаете, имена в Израиле имели особое значение. Вы знаете, что значит Авимилех? «Отец мой царь». Он называет своего сына «отец мой царь». И хотя было в его жизни, может быть, вот такое смирение, но он все сделал для того, чтобы быть в народе царем. И такой вопрос все-таки, когда мы смотрим на жизнь Гедеона, что же нас все-таки делает сильными? Почему мы можем вот быть сильными? И ответ мы находим в словах вот этого ангела «Господь с тобою, муж сильный». Мы сильные только по одной причине, потому что Господь находится с нами. 120-й Псалом, 1-й, 3-й стих говорит «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Псалом, 3-й, 4-й, 6-й стих. «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою, глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». 22-й Псалом, 4-й, 4-й, «Если я пойду и долиной смертной тени, не убою и зла, потому что ты со мною». Иоанн писал молодежи, Иоанн писал детям, юношам писал, я написал вам 1 Иоанна 2, 14, «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Мы сильны, потому что Бог с нами. Мы сильны, когда Слово Божие пребывает в нас. И все-таки я задам простой вопрос, а о чем же все-таки эта история Гедеона нам с вами говорит? О чем она говорит, если у Гедеона не было чего-то такого особенного, чтобы мы могли с вами выделить? История Гедеона – это история Божьей благодати. Когда Бог берет человека, ничего не знающего, и использует его для своей славы, и Бог проявляет себя очень могущественно для этого человека, когда мы являемся послушными Господу. Поэтому, детки, я сегодня хочу вам пожелать, будьте послушны Господу, наполняйтесь Божьим Словом, и когда Господь будет с вами, вот именно тогда вы будете сильными. Вы будете сильными в Господе, и вы будете стоять в том же самом списке, в этой 11 главе, которая вот написана в послании к евреям. Вы будете стоять вместе с Моисеем, вместе с Авраамом, вместе с Гедеоном и вместе с остальными героями веры. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш, мы сегодня, Боже, собрались в Твое имя. И мы, Господи, сегодня осознаем всю ответственность, Господи, этого служения, когда мы, Боже, будем молиться за наших детей, когда вокруг бушует весь этот мир, Отец Небесный. Но мы знаем, что когда мы отдаем Тебе, мы приобретаем, мы знаем, что наши дети, они Твои, Господь наш, и благодарны за то, что можем доверить Тебе, великому, всемогущему, истинному, живому Богу. Господи, благослови сегодня все наше служение. Сделай наших деток сегодня внимательными, чтобы они, Господи, чтобы Слово Твое проникало в их еще юные сердца, Господи, чтобы их жизнь, она была исполнена Твоим Словом. И за все будь прославлен великий, вечный Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. 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 чем слава всех людей надежда кающихся душ, помощник нам сгорят без сильных самые лучшие дров, источник вечных плав Найти Христа важней всего, ни словом ни веро, ни описать любви Его, ни власть закрытых в нем Он свет живущий на земле, источник вечных сил Он дай бескрытые во мне, друзьям своим явил Спаситель, радость наша ты, надежда и любовь Будь нашей славою теперь и до конца бегом Субтитры подогнал «Симон» И тогда, когда кажется вдруг, что оставлен людьми навсегда Ты к колени склони, мой друг, и услышишь Христа слова Я не оставлю тебя, я не покину тебя Если ты плачешь, мой друг, я твои слезы утру Глава, зови ты ко мне, и я отвечу тебе И всегда ты услышишь меня Ты мое дитя Ты мое дитя И тогда, когда солнце свет Вдруг закроют темные тучи Милый друг, тебе совет Обращайся скорей к Иисусу Он разгонит все тучи прочь И любовью тебя согреет Он поможет, когда помочь Ни один человек не сумеет Если печаль на душе Если тоска сердце гложет Верь, что Господь твой и Бог Тебе поможет О, позови ты к Нему И Он ответит тебе И всегда он услышит тебя Ты его дитя И тогда, когда кажется вдруг Что оставлен людьми навсегда Ты колени склони, мой друг И услышишь Христа слова Я не оставлю тебя Я не покину тебя Если ты плачешь, мой друг Я твои слезы утру О, позови ты ко мне И я отвечу тебе И всегда Ты услышишь меня Ты моё дитя Ты моё дитя Ты моё дитя На земле мы в гостях Мы не дома Как бы нас не тянуло порой В детство, где всё до боли знакомо Где сильней ощущение дома Испытали мы в жизни земной На земле мы в гостях Как бы много Не меняли мы стран, городов Только в доме у вечного Бога Мы найдём Что так трудно и долго Бесполезно искали порой На земле мы в гостях Мы не дома Где б ни жили В лачуге, в дворце Только в городе вечного Бога Мы поймём Наконец-то мы дома И земное не вспомним уже Самый лучший творец И дизайнер Там небесный готовит дом Там Христос встретит нас во славе Там поймём мы Что так устали И что зря на земле искали В небесах настоящий дом Аминь Все вместе будем петь общим пением номер 721 Край чудесный Нас ждёт там на небе Где окончится труд и печаль От скорбей я слеплюсь Твоя чистенье Ты есть вечная радость тебе Край чудесный Край чудесный Край чудесный Сердце радость Нарвётся тебе Край чудесный Край чудесный Край чудесный Край чудесный Край чудесный Край чудесный Там мечтёт нас спаситель Себе Край чудесный Где встретит небесно Будем видеть мы Славу Творца Где не память долина Чудесный Там я буду счастлив Без конца Край чудесный Край чудесный Край чудесный Сердце радость Нарвётся тебе Край чудесный Край чудесный Край чудесный Там мечтёт нас спаситель Себе Край чудесный Мы скоро в них будем И увидим И увидим На окно нами Как у тихли Скорбящее сердце Ты нам вечная Радость Нарвётся тебе Край чудесный Край чудесный Край чудесный Там мечтёт нас спаситель Себе Дорогие друзья Братья и сёстры Мы сейчас вместе с вами Поговорим о том, чего Ну вот, мне хотелось сказать Чего хотят все Но на самом деле не все этого хотят Но по крайней мере Должны хотеть все люди Люди О чём? Мы читаем послание к Ефесянам 1 глава 3 стих Ефесянам 1 глава 3 стих Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Благословивший нас во Христе Всяким Духовным Благословением в небесах Там продолжается предложение Но я хочу здесь остановиться И обратить внимание на эту фразу Благословен Бог Благословивший нас во Христе Всяким духовным Благословением Вы знаете, на разные категории людей Можно делить сегодня в мире Психологи делят По темпераментам Меланхолики Холерики Сангвиники Ну, разные темпераменты людей В Библии есть такое разделение Плотские люди Духовные люди Или душевные Есть такое понятие Один из моих сотрудников Тоже свою классификацию имеет Он разделил людей На везунчиков Те, которым везёт по жизни У них почему-то всё получается Всё, всё складывается Хорошо Смотришь Всё, всё Везде успех За что не возьмётся Всё получается Невезунчики У которых Ну, всё Наперекосяк идёт Проблемы У них Не ладится Не получается Ну, неудачники По жизни Люди, которые Сделали себя сами Знаете, сами Сделал себя человек Какой я молодец Ес Я сделал себя сам То есть упорным трудом Не рассчитывая на удачу Неудачу Я добивался своего Я учился Я ночами зубрил Я добивался Я шёл к цели Я её достигал Сделал себя сам Друзья мои Вот в контексте того О чём мы сейчас с вами говорим Я хочу сказать Что есть две категории людей Благословенные И неблагословенные Или те, которые Могли бы иметь благословение Божье Но не имеют его Почему? Или потому что не хотят Или потому что его Недооценивают Благословение Что сие такое Божье благословение Мы с вами из прочитанного текста Узнали, что благословен Бог Который во кресте благословил нас Верующих людей Сам Бог благословенный То есть Бог достойный только Благих Добрых Хороших слов Вы знаете Сегодня Сатана Настолько Ну вот В такой ярости Ему хочется Всё что Божье Извратить Исковеркать Семья Божье Установление Значит исковеркать Перековеркать Вопрос семьи Вообще понятие семьи Всё что связано С именем Бога Всё извратить И В английском языке Есть даже Ругательство Которое содержит Имя Бога Но наш Бог Благословенный Братья и сёстры Достойный только Благих Хороших слов Потому что мы знаем Есть слова Добрые Правильные Хорошие Способные Окрылить Вдохновить человека Дать ему стимул Жить И идти дальше А есть слова плохие Которые Обижают Унижают Оскорбляют И если верить Классикам То даже и убивают Можно и убить Словом Не знаю насколько Правда или нет Но лечащий врач Пушкина В то время Когда Александр Сергеевич Умирал после Дуэли И получил смертельное Ранение Лечащего врача Пушкина Вызвали к другому больному Который Тоже был тяжело болен И тот Пациент больной С такой Тревогой Доктор Я буду жить А доктор С досадой Тут Александр Сергеевич Умирает А вы тут Со своими вопросами Ну Типа того что Александр Сергеевич Это да Это такая величина А вот ты Простой человек Не до тебя Сейчас Как бы отмахнулся От этого пациента И если верить истории Это убило Наповал Этого пациента Убило в нем Жажду жизни Или я не знаю Что с ним дальше случилось Ну вроде бы Как он даже умер Благословенный Бог Достойный Самых лучших Добрых слов С нашей стороны Мы прочитали Он уже благословил Он не думает Когда нибудь благословить И вот это слово В небесах Оно не должно Вводить нас в заблуждение Что когда нибудь Когда мы придем В тот чудесный край О котором мы спели Мы все эти Духовные благословения Получим Мы читаем В настоящем времени Уже во кресте Иисусе Он благословил Уже Сегодня Сейчас Что это за благословение Контекст Этой первой главы Послания к Ефесянам Говорит нам Об этих благословениях Что Бог Избрал нас Облагодетельствовал Усыновил Искупил Сделал наследниками Дал нам Залог Духа Ну если всю первую главу Прочитать Мы там найдем Вот эти все благословения Только ли Нет Братья и сестры Вы знаете Слово благословение Вот все Все верующие Друг друга Благословляют И желают Да благословит тебя Господь Благословение тебе Божьего Но не все понимают Что это такое А что это В чем оно заключается Это Божье благословение Когда Бог сотворил Первых людей Адама и Еву Впервые в Библии Упоминается слово И благословил их Бог И вот вопрос В чем это благословение Заключается В способности Рождать себе подобных Помните он сказал И благословил их Бог Плодитесь и размножайтесь Или же в том Что и владычествуйте Или в чем Заключается благословение Братья и сестры И мы с вами Вот если Посмотрим Библию Мы просто находим Что это все Это все Это Божье присутствие В жизни человека И когда есть Бог в моей жизни Тогда у меня есть все Мне больше ничего Не нужно Псалмоперед говорит С тобою Я ничего не хочу На земле То есть когда у меня Есть стыд Мне больше ничего Не надо У меня нет потребности В том мелком Жалком Проходящем Ничтозном Земном То что розовеет То что воры воруют То что Моль ест У меня нет В этом необходимости Там где Сокровище ваше Там и сердце ваше Говорит Господь И это нечто Непроходящее То что нельзя Украсть И то что нельзя Потерять Благословение Всяким Духовным Благословением Вы знаете Иногда можно Услышать Есть такая песня У нас Мы у Бога О многом просим А просить Об одном Лишь надо Я ничего против Этой песни Не имею Хорошие слова Хороший текст Который говорит о том Что любовь Это То самое главное Что нам необходимо Но Братья и сестры Чем бы я поспорил Это о том Что любовь У Бога Надо просить Я нахожу в Библии Что Бог уже Излил любовь свою Сердца наши Духом Святым Не так ли написано Уже Он ее дал И просто вопрос в том Что надо Чтобы эта любовь Она раскрылась Ее надо взращивать Ее надо Подпитывать Из небесных источников Чтобы она Возрастала Укреплялась И эта любовь Таким образом На окружающих людей Влияла и действовала Она уже Зачем просить То что уже дано Дай Господи Дай Да я тебе уже дал Посмотри внимательно В слово Может быть Кто-то нуждается Сегодня в мире Нет покоя сердцу Или как апостол Павел Писал Я Я не находил Покоя духу моему Вот такая фраза Библейская Может быть и у вас Такое Вам нужен мир И вы просите Господи Пошли мне мир Но во Христе Иисусе Господь говорит Мир мой Даю вам Не дам Когда-нибудь Не дам Когда вы попросите Я вам уже его дал Этот мир Берите Принимайте Пользуйтесь И пусть этот мир Он наполнит Ваше сердце И он Охраняет Помышление Ваше во Христе Иисусе Соблюдет этот мир Но Надо понимать Что уже дано Иногда люди Просят о радости Боже у меня нет радости Но я уже Иисусе Господь сказал Что я сие сказал вам Чтобы вы имели радость Совершенную Вспоминаем 15 главу Евангелия От Иоанна Чтобы плод ваш Прибывал И когда плод Прибывает Когда мы видим Результат Нашей жизни Духовной Мы видим что что-то Ладится Получается Божье благословение с нами И радость на сердце Удовлетворение От того что Бог похлопал Меня по плечу И говорит хорошо добрый верный раб Молодец Давай дальше Продолжай так дальше Радость Иногда может быть Кто-то Ну мне приходилось слышать А может даже И в своем сердце Я иногда эту фразу Говорил сам Господи У меня уже нет сил Я не могу Я уже не могу Боже я не могу Я не могу Унести это все Переживать это все Но Что мы читаем в Библии Апостол говорит А я все могу В укрепляющем меня Иисусе Кресте Апостол говорит Я могу Но не потому что Апостол Павел Всемогущий А потому что В укрепляющем меня Иисусе Кресте И я заканчивая Это такое Короткое слово О благословении Может быть даже Не раскрыв абсолютно Ничего Связанного С благословениями А только поверхностно Пробежавшись По этой теме Я хочу сказать Одну очень важную вещь Вот здесь написано Что Бог Благословил Нас во Христе Во Христе Вам приходилось Слышать такую фразу Все включено Все включено Вы покупаете билет И там написано Все включено Или путевочку Куда-то покупаете И там написано Все включено Один человек В те времена Когда эмигранты Принулись ехать в Америку Как в какой-то там Благословенный край Где нашли золото Клондайк Золотоискатели В те давние времена Один человек В Европе Продал все свое имущество Купил билет Сел на пароход Но он хорошо приготовился Он знал Путешествие дальнее Насушил сухарей И вот там Этими неделями Месяцами Сколько плыл Этот пароход По океану По Атлантике Он кушал эти сухари И еще рассчитывал Хватит ли мне до конца Но вдруг Уже к концу путешествия Он вдруг узнал Что тот билет Который он купил Давал ему право Питаться в ресторане Лучшими яствами Он не знал этого Друзья мои Во Христе Вопрос заключается Не в том Имею ли я мир Любовь Радость Веру И все остальное Духовное благословение Мудрость Что нам еще нужно Для жизни Вопрос в том Что во Христе Вопрос в том Он заключается Только в одном Я с ним Или я без него Я в нем Или я не в нем Я на его территории Или я где-то На чуждой Богу территории И хожу Теми путями Где Бог Говорит Мне отвратительно Твое хождение Там Меня там нет с тобой И тогда Совсем другая ситуация Поэтому во Христе Кто сказал Прибудьте во мне Прибудьте Это какое-то действие И я бы сказал Даже усилие Чтобы пребывать Постоянно Вы знаете Я помню еще С детства Был в Дубовой роще Такой аттракцион Громадный круг Вращался с силой И люди взбирались Центр этого круга И вот он Вращался сильней Сильней И задача была Удержаться Удержаться Центробездная сила Людей раскидывала В разные стороны Люди хватались И друг за другом И цеплялись И вот задача была Удержаться Братья и сестры Вот эта Центробездная сила Вот этого Суеты этого мира Все время Пытается нас Выбросить Из нашего Пребывания Во Христе В Нем Возле Него Рядом с Ним В Его присутствии Делаем Живем Мыслим Говорим Как часто Мы забываем Что Он здесь рядом Что очи Его В нами И поэтому Братья и сестры Благословение Во Христе Оно все Даровано Необходимое И потребное Человеку Для жизни и благосчестия Но при одном условии И поэтому Пусть Бог благословит Мы все нуждаемся В этом благословении Не только дети Которые пойдут В школу Не только студенты Которые пойдут И будут учиться В семинарии В университетах В колледжах Мы все Нам всем это надо И вопрос в том Хотим мы этого Или не хотим Псалом 108 Там написано Не восхотел Благословение Оно и удалится От тебя А если ты хочешь То ты его получишь И Библия говорит Что Бог хочет Благословлять В человеках Благоволение Пели ангелы В ночь Рождества Божье сердце открыто И расположено Вопрос в том Пользуемся ли мы этим Принимаем ли это Благодарим ли И Взращиваем ли мы В своей духовной жизни Эти небесные Духовные Благословения Да поможет нам Господь Быть Благословенными людьми В Божьем присутствии Для его славы Аминь Господь Я тебе благодарна За вечный Божественный свет До смерти Тебя буду славить Прими же теперь Мой обет Мой обет Пусть я Бессилен И устал Пусть на пути Не устоял Но ведь Души моей Мечты, знаешь лишь ты, Пусть я бессилен и устал, Пусть на пути не устоял, Но ведь души моей мечты Знаешь лишь ты. Глаза мои полны печали, И в сердце так сильно болит, Лишь ты мои слышишь желанья, И радость лишь ты мне даришь. Пусть я бессилен и устал, Пусть на пути не устоял, Но ведь души моей мечты Знаешь лишь ты, знаешь лишь ты. Пусть я бессилен и устал, Пусть на пути не устоял, Но ведь души моей мечты Знаешь лишь ты. Молитвы к тебе посылаю, И верю, ты слышишь меня. Я сердце к тебе направляю, О, Боже, прости же меня. Пусть я бессилен и устал, Пусть на пути не устоял, Но ведь души моей мечты Знаешь лишь ты. Пусть я бессилен и устал, Пусть на пути не устоял, Но ведь души моей мечты Знаешь лишь ты. Пусть я бессилен и устал, Пусть на пути не устоял, Пусть я бессилен и устал, Пусть на пути не устоял, Пусть на пути не устоял, Пусть на пути не устоял, Пусть я бессилен и устал, Пусть на пути не устоял, Субтитры делал DimaTorzok Нехай з'явиться він нашим діточкам, зборожем хай буде всім мандрівникам. Нехай з'явиться він нашим діточкам, зборожем хай буде всім мандрівникам. Сяднім і нічого, Боже, усвилим, і навчинку лихого не допустим. Боже наш, наглядай над народом всім, Ми, святі і святі, і пошли в наш дім. Боже наш, наглядай над народом всім, Ми, святі і святі, і пошли в наш дім. Завтра вранці ти нас, Боже, пробуди, І до добрих лише вчинків нас глядим. Щоб ми завтра були день божами свій, Боже, слава тобі, кріці пресвяті. Друзья, дорогі, братья і сьостры, і всі-все учащіся, Кому предстоїть в цьому году продолжати, Начинати учебний, новий учебний год. В Дому молитві я більше всього волнуюсь За переднюю скамеечку. Їм потрібно привыкати, сидіти, слушати і смотреть на учителя. Друзі, дорогі, я завжди перед учебним годом волнуюсь. Волнуюсь не тому, що у мене дітей потрібно везти в школу. Ми вже водили дітей в школу, внуков поведуть їх родителі. Я волнуюсь тому, що переживаю. За всіх ученихів. Учеба – це нелегке. Друзі, я сьогодні радуюсь. Радуюсь тому, що вижу, Господь хранив наших маленьких дітей, Которі підросли і йдуть в школу. Мені приємно видіти мою сусідку, Леночку маленьку, Которя завжди приходить здоров'я. Лена, смотри на мене. Вона завжди приходить здоров'яється. Тільки я під'їжджаю до двору, Вона підбігає і здоров'яється со мною. Я сьогодні раджу на перший раз в нашому собраний і вже пела з нами. І Саша, сусід мій, її братик. Друзі дорогі, мені приємно видіти сьогодні родітей, Котори провели дітей і перший раз в собраний. Я думаю, такі і є сьогодні, да? Церковь не в стороні від учебного процесу. Церковь не в стороні від дітей. Ми пели зараз словом, як овечку, Пастор сильний, ти веди мене вперед. І я хочу сьогодні прочитати, Діти, взрослые, все, Давайте внимательно прочитаємо. Кто може читати на екранах, прочитаємо. Давайте внимательно послушаємо, Если кому-то где-то неудобно видеть. Давайте будем внимателі к тому, що я прочитаю. Євні необходиміші в житті. Вони настільки важні. Вони дуже важні знати, що в світі є тільки одна книга. Є тільки одна книга, В якій написана абсолютна правда О людях, о Богі, о житті. Друзі дорогі, Якщо ми не будемо верувати в те, що Библия – единственна книга, Слово Божие – единственна в світі, Которая відкриває нам невидимого Бога, У нас совершенно нет никакої основи. У нас не буде совершенно Незачто ухватиться. У нас не буде абсолютно На что опираться Нашому знанню, нашим надеждам, Опыту і так далі. Але ми веруємо, що Библия – Слово Божие. Друзі, ми веруємо, Що Библия – Слово Божие. Ми веруємо, що є Бог на небі. Ми веруємо, що Бог присутніє невидимо з нами. Ми в це веруємо. Тому ми просимо у Бога благословення. Ми веруємо, що только Бог може Сохранити в цій земній жизни Полній опасності, Полній тривог і Совершенно не даючий Некакой надежды. Только Бог дает надежду. Я хочу сегодня прочитать. Пусть дети слушают, читают, взрослые все. Давайте внимательно прочитаем 22-й Словом. Словом Давида. «Господь, пастырь мой, Я ни в чём не буду нуждаться. Господь, пастырь мой, Я ни в чём не буду нуждаться». Обратите внимание. Дальше мы читаем. «Он покоит меня на злачных пажитях И водит меня к водам тихим. Меня, каждый читая, Обратите внимание, Он водит не кого-то, Он водит меня на злачные пажити, К водам тихим, Подкрепляет душу чью? Мою, Направляет меня на стези правды Ради имени своего. Если я пойду И долиною смертной тени, Не убоюсь зла, Потому что ты со мной, Твой жезл и твой посох, Они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу Ввиду врагов моих, Умастил елеем голову мою, Чаша моя преисполнена. Так благость и милость твоя Да сопровождают меня во все дни жизни моей, И я пребуду в Доме Господнем Многие дни». Друзья, дорогие, этот совом, Он наполнен Огромной глубиною Ответов На наши нужды. Мы сегодня будем молиться. Мы будем молиться, Наши присвятера будут молиться О всех учащихся, Которые начинают учебный год. Мы будем молиться об учителях. Мы будем молиться о детках, Которые идут в первый класс. У них начинается новая жизнь. И у их родителей начинается новая жизнь. Потому что Столько добавляется переживаний, Столько добавляется Нужды вспомнить свою учебу И начать заново учиться, Заново вспоминать, Куда запятые ставить, Куда Знаки пропинания, Вспоминать математику. Друзья, столько всего нового Придется заново вспоминать. Начинается сложный период В жизни родителей И жизни детей. Учиться непросто. Что нужно для того, чтобы учиться? Что нужно? Нужно ходить в школу, да? В школу нужно приходить вовремя. В школе нужно находить свой класс. В школе нужно находить свое место И садиться на свое место. В школе нужно слушать своего учителя. И возвращаться с школы только тогда, Когда разрешат. Не когда захочется домой, А когда будет можно. Придешь домой и снова Снова за стол, Снова учить писать. И готовиться на следующий день. Школа – это очень серьезный труд. Это очень серьезный труд учителям. Это очень серьезный труд родителям. И забота. Даже отправить в школу сейчас нелегко. Посмотрите в магазинах. Цена тетрадочки. Самая обыкновенная. По математике. Это до 6 гривней. Одна тетрадочка. А сколько их нужно в школу? А сколько ручка стоит? А сколько туфельки стоят? А сколько одежда? Самое простое. Одеть школьника. Купить портфель. Рюкзак. Положить туда все нужное. Все это стоит очень дорого. Учеба дается дорого. Друзья дорогие. Но без учебы невозможно. Как невозможно и стаду без пастыря. Кто не жил в селе. Не знает что это такое. Вы не можете представить себе. Как нужен пастырь овцам. Овцы без пастыря. Разбредутся. Растеряются. Волки их расхитят. Приезжал лекцию. Поговорит в Белоруссии. Пастырям трудно. Потому что очень много волков. В село забегают лисицы. Воруют курей. И очень много лисиц. В лесах окружающих. Много волков. И от них нужно беречь животных. Друзья дорогие. Пастырь всегда собирал стадо. И отвечал за стадо. Поэтому это очень непростой труд. И любые животные. Которых нужно накормить в стаде. Они нуждаются в опеке. Они нуждаются в заботе. И псалом написанный Давидом. Друзья. Он написан из знания. Он. Он. Когда. Помните. Когда на царя его хотели. Избрать. Помазать. Где он был. Он. Пас увец. Побегите. Там. Пасет увец. В стадо своего отца. Он. Пасет увец. Он знал. Как их пасти. Он знал. Куда гонять. Он знал. Как защищать их. Он знал. Как заботиться. Где напоить их. Он знал. Поэтому. Он написал. Этот прекрасный псалом. Сознавая. Кто. Его. Пастырь. И. Он пишет. Господь. Пастырь. Мой. А раз. Господь. Пастырь. Мой. Какие. Прекрасные. Слова. Я ни в чем. Не буду. Нуждаться. Сколько. Не стоила. Тетрадка. Сколько. Быть. Что. Не стоило. Если. Господь. Пастырь. Мой. Я. Ни в чем. Не буду. Нуждаться. Друзья. Когда. Почему. Мы. Здесь. Сегодня. Молимся. Обучающихся. Потому. Что. Здесь. Собираются. Люди. Верующие. Библия. Библия. Из которой. Проповедуют. И. Здесь. Мы. Находим. Источник. Благословения. Господь. Пастырь. Мой. Я. Ни в чем. Не буду. Нуждаться. И. Дальше. Он. Покоит. На. Злачных. Пастырь. Он. Не. Пасет. Голых. Камнях. Я. Говорил. Что. Мое. Детство. Прошло. Каждое. Лето. Я. Пас. Животных. Ну. Были. Коровы. У. Бабушки. У. Дедушки. В. Тете. Где. Нибудь. У. Кого. Нибудь. Мне. Приходилось. Летом. Пости. Чаще. Всего. Это. Дома. В. Мама. И. Совещались. Куда. Завтра. Я. Должен. Погнать. Где. Есть. Трава. Где. Нету. Ям. В. Которых. Моги. Сломать. Животные. Где. Меньше. Опасностей. И. Они. Рассказывали. Где. Напоить. Их. Потому. Что. Животные. Много. В. Зимнее. На. Сухом. Корме. Обычной. Корове. Нужно. До 16. Ведер. Воды. Без. Этого. Она. Нужно. Было. Заготовить. Эту воду. А. Где. Хорошая. Вода. Чтобы. Им. Было. Удобно. Зато. Где. Он. Напоит. Своих. Животных. Друзья. Дорогие. Бог. Знает. На каких. Пажетях. Покоит. Нас. Он. Покоит. Нас. На. Злачных. Пажетях. И. Самые. Злачные. Пажетя. Это. Слово. Божие. Когда. Питаем. Душу. Свою. Библия. Словом. Божьим. Регулярно. Мы. На. Злачных. Пажетях. Он. Покоит. Злачных. Пажетях. Он. Вводит. Меня. К. Водом. Тихим. Друзья. Овца. Когда. Вода. 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 Рег까 Istio. Дышит. Носом. Крова. Не пьют. Регина. Регина. Вода. Учиняется. Вода. Тихим. Вода. 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 Носом. Вода. ach. Вода. такой тихой, спокойной рекой, куда пастух гонял своих овец. Или с колодеца набирали, мы читаем книги «Бытие». Друзья, что делает Господь? Он подкрепляет душу мою. Душа – это не желудок. Друзья, душа – это не тело наше. Он подкрепляет душу. Знаете, меня дедушка учил, меня мама учила, когда ты пасешь животных, не поленись. Если видишь, остановилась, почему-то не кушает, подойди, погладь. Подойди просто, аккуратно. Не все коровы давались, правда, некоторые брекались, чужие, которые не знали, не наши. Но наша всегда с радостью принимала, когда ее приласкают. И тогда снова начинала пастись. Бог подкрепляет нашу душу. Друзья, мы нуждаемся в подкреплении нашей души. Мы нуждаемся в радости. Мы нуждаемся в мире. Мы нуждаемся в ободрении. Мы нуждаемся в утешении. Он подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды ради имени своего. Господь знает, куда нас направлять. Мы порой не знаем, куда нас направлять. Друзья, мы не знаем, чего просить даже. Иногда мы думаем, вот эта школа лучше всех. Иногда мы думаем, вот этот учитель лучше всех подойдет к нашим детям. Друзья, но будущее знает только Бог. И наша задача – научиться доверять Богу. в книге о молитве один отец написал автору книги или рассказал историю со своей дочерью. Родители любят своих детей. И у дочери были роликовые коньки. Но они были обыкновенные, не на подшипниках. И ей казалось, что они очень медленно ездят. Другие дети намного быстрее на своих коньках катаются. И она начала просить у отца роликовых коньков на подшипниках. Она каждый день с утра собирается на работу. Она – папочка дорогой, ну ты купи мне, ну других есть, а меня нет. Я медленно на тех езжу. Она ходила целый месяц за ним. Он просыпается утром, а на подушке записочка «Папочка, миленький, родненький, сладенький, купи мне, пожалуйста, новые коньки на подшипниках». «Пожалуйста» – и восклицательный знак. И три «пожалуйста» с восклицательным знаком. И он часто утром находил на подушке приколотую записку с такой просьбой. И потом он, в конце концов, не выдержал, купил такие коньки, принес, подарил. Это был выходной день. Она была свободна, она одела эти коньки, но она не привыкла еще, что они очень быстро ездят. Она выехала с двора, повернула за угол, и отец слышит какой-то звук. Ее, она вскрыкнула, он побежал, она упала, потеряла вновесие, упала, ударила головой об асфальт и лежала без сознания. Он вызвал скорую помощь, повезли в госпиталь, это было в Америке, и вечером ее сердце остановилось. И отец, этому пастору, который писал книгу о молитве, принес, говорит, я тебе напишу, я тебе расскажу, скажи всем, нужно доверять пасторю, нужно доверять великому Богу, нужно доверять Ему. Он знает, что нужно нам. Поэтому, дети, нужно доверять учителям, нужно доверять старшим. Да, Давид, смотри на меня, нужно доверять. Друзья, доверие. Поэтому, когда мы Богу приносим, доверяем, как пасторю, Он направляет нас в тези правды ради имени своего. И пишет дальше, если я пойду долиной смертной тени, долина смертной тени, это когда опасности, когда трудности, когда вокруг страшно, и тут Бог не оставит, не боюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Когда с нами Господь, друзья, когда с нами Господь, мы живем спокойно, мы доверяем, мы живем в полном доверии Богу. Наше будущее в Божьих руках. Ты приготовил предо мной трапезу в беду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, то есть со всех сторон вижу благословение. Подумаю, ты, ты Бог мой, ты пастор добрый. И шестой стих, обратите внимание, это молитва. Леночка, куда ты побежала? Давиду его. Воду пить. Уже учитель появился. На первый раз в собрании уже в ней учитель есть. Местный учитель. Смотрите, молитва. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни. Так, благость и милость да сопровождают меня. Друзья дорогие, сегодня наши маленькие дети, которые подросли, идут в школу, им нужна благость и милость, да? Благость – это Божье расположение, милость, которая покрывает их ошибки, которая покрывает их недостатки, которая покрывает их непослушание. родители, вам придется много их прощать. И нам приходится многое прощать. И Бог нас много прощает. Друзья дорогие, Бог милует нас. Так, благость – это Божье расположение. Вы знаете, как важно, когда Бог расположен к нам. Как важно, когда мы видим Божье расположение к нам. Когда мы живем под Божьим расположением. И поэтому молится Давид так благость и милость, да сопровождает меня во все дни жизни моей. Друзья дорогие, что можем мы, родители, сделать? Что-то делаем, что-то можем. Мы хотим, чтобы детки наши были верующими. Мы хотим, чтобы дети наши избежали зла. Мы хотим, чтобы наши маленькие дети, когда вырастут, избежали опасностей. Ведь очень много молодых людей погибает сегодня от наркомании, от алкоголя. Я вчера был в Каминской церкви. И там часть церкви вечером занимает в субботу реабилитанты, которых, там есть центр реабилитации, те, которые хотят освободиться. И вы знаете, вчера в конце служения вышел один, упал на землю, просто упал головой до земли и плакал. Господи, спаси меня! Куда я зашел? Сильный мужчина, но бессильный перед грехом. Сильный, но бессильный перед грехом. Вчера княлся еще один там человек, который уже и освободился, был, но снова оступился. И он снова просил прощения, и снова плакал. А рядом вытирала слезы его жена. Друзья, дорогие, как много опасностей, как много ловушек расставил дьявол для детей. Как много самых разных, самых разных опасностей. И как потом тяжело выбраться оттуда. Когда-то мои родители поставили капкан, крысы были, поймалась крыса ногой, пришли утром, она отгрызла ногу и убежала. Она хотела жить. И настолько хотела, что отгрызла свою ногу и без ноги убежала куда-то. Нога осталась. Знаете, я запомнил. Я запомнил вот эту деталь, как хочется жить. Как хочется родителям, чтобы дети выросли хорошими, добрыми, чистыми. Как нам хотелось. Сколько мы молились. Поэтому, друзья, сохранить их может истина. Сохранить может... Сохраниться они могут в церкви, когда познают Господа. Сохраняя от греха, от опасностей, только Господь. Поэтому мы молимся. Поэтому, друзья, мы молимся. Поэтому мы говорим Богу, Господи, мы доверяем Тебе. Возьми меня отныне и впереди. По жизненной долине ты сам веди. Друзья дорогие, сегодня мы будем, мы будем вот сейчас молиться, мы будем молиться о всех идущих в школу, в библейский колледж, семинарию, о студентах, которые учатся или поступили учиться, в институты, техникумы, которым школу еще нужно закончить. Мы будем молиться. Мы скажем, Господи, пусть благость и милость Твоя хранит их. Пусть сохранит их благость и милость. Мы будем молиться. Мы отдельно будем молиться о благословении первоклассников. И мы попросим всех детей, которые идут в первый класс, выйти сюда. Сможете? А ну выходите сюда. Мы будем просить, чтобы Бог вас благословил. Выходите, детки, все сюда. Кто идет в первый класс, кто во второй, вы уже тут стояли в прошлом году. Ну, вставайте в рядочек. Какой цветничок у нас, да? Братья и сестры, какой у нас цветничок прекрасный. Так туда, проходи дальше. Не бойся. Это дети, которые идут в первый класс. Мы объявили, смотрите, какие головочки, какие глазки светленькие, чистые, да? Во всех? Вы все послушные, дети? Все послушные. Вы все хотите хорошо учиться? Да. Будете стараться? Да. Учителей будете слушать? Да. А папу, маму? Да. Отлично. Видите, навсегда. Братья и сестры, я попрошу сейчас наших просветеров и Андрея Михайловича, и Евгения Алексеевича выйти сюда. Мы будем вместе молиться. Андрей Михайлович помолится, будет молиться о студентах библейского колледжа, будет молиться о учителях воскресной школы нашей и, я думаю, других неплохо молиться тоже. Юрий Алексеевич будет молиться о студентах, которые в институтах учатся. Он сам учился, знает, как это. В институтах, в техникумах у нас поступили, и внук мой поступил учиться дальше, после школы, и другие. Он будет молиться о молодежи, о тех, которым еще школу закончить надо, набраться терпения и закончить школу. А я помолюсь о всех и особенно в конце об этих идущих в первый класс. Поэтому, друзья, детки, детки все, на меня все первоклассники, первоклассники, на меня смотрите. Давайте так, договоримся. Сегодня вы начинаете быть послушными, да? Когда мы будем молиться, во время молитвы мы закрываем глазки, ручки так складываем, чтобы они не бегали, и закрываем глазки, чтобы они не прыгали никуда. Хорошо? Обещаете? Все. И пока мы молимся, ваши глазки закрыты, да? А там пишет видеокамера, я потом посмотрю. Закрывали вы глазки или нет? Чтобы глазки были закрыты. И когда я скажу, я уже скажу аминь, тогда вы откроете, и вы никуда не убегаете, церковь хочет вам подарить еще подарочки для идущих в первый класс. Так наберитесь терпения, я верю, что вы будете послушными. Молимся. Встанем, братья и сестры. Наш Отец Небесный, вот в это время, в эти минуты мы обращаемся к Тебе и просим Твоего благословения на детей, которые будут идти первый класс. Благослови их. В частности, Господи, благослови также и служение воскресной школы, учителей, ребят, которые там обучаются, чтобы это служило в пользе церкви, чтобы это было славе Твоей, чтобы это было для роста духовного детей, которые там обучаются. Благослови учителей верно передавать Слово Твое. Благослови, Господи, и начало учебного года в нашем колледже и семинарии. Благодарность Тебе за тех студентов, которые пришли в этом году, за тех, которые возвращаются и продолжают обучение. Благослови, Господи, также и преподавателей, которые там совершают служение, также благослови в передаче истин Твоего Слова, и чтобы, опять-таки, это было для пользы церкви, чтобы это служило Твоей славе. Просим Твоего благословения, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Отец Небесный, Господь наш, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты благословляешь нашу церковь, молодежью, молодыми людьми, которые еще продолжают учиться, которые продолжают учиться в школе, и мы просим, чтобы Ты благословил их учебу и окончание учебы. Мы молим Тебя за тех, кто еще не определился с выбором профессии, специальностей. Боже, мы просим Тебя в этом бусующем, неспокойном мире, в это тревожное для нас и страны время. Благослови и дай мудрости родителям подсказать, помочь и молодым людям правильно избирать то, что определяет их дальнейшую жизнь, дальнейшую профессию. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил тех, кто будет учиться в колледжах для того, чтобы приобретать профессию, для тех, кто будет учиться в университетах, институтах. Боже, да будет помощь Твоя. Я молю Тебя, чтобы Ты посылал добрых, посвященных преподавателей, чтобы Ты давал нашим молодым людям возможность быть светом, примером в греховном мире. На помощь Твою надеемся, Господи, да будет Твоя отцовская рука над нашими молодыми людьми. Слава Тебе, великий Боже. Аминь. Аминь. Детки, глазки закрываем, голимся. Отец наш Небесный, Бог, сущий на небесах, мы сегодня к Тебе обращаемся. Мы благодарим Тебя, как Ты чудесно сотворил человека. Ты дал возможность, способность приобретать знания. Ты научил и дал возможность человеку научиться читать, писать, считать, разумно жить и созидать жизнь на земле. поэтому мы благодарим Тебя за премудро устроенный мир. Но Ты знаешь, Господи, что грех пришел и столько беды наделал, столько слез, сколько покалечил всего в жизни, сколько всего испортил. Поэтому сегодня, когда мы отправляем снова в учебный год наших молодежи, наших детей, наших маленьких, которые идут в первый класс, Господи, мы вручаем в руки Твои. Пусть благость Твоя и милость Твоя сопровождает их. Мы будем молиться о них постоянно. Будут молиться папа и мама. Мы будем молиться в церкви, чтобы Ты благословил этих деток, чтобы Ты хранил их. Особенно в это сложное время, когда так легко потерять чистоту, когда так легко замарать свою совесть, когда так легко замарать свое сознание, свой разум. Сохрани их, мы просим во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя сегодня, Отец Небесный, сохрани от негодных людей, сохрани, Господи, на дорогах от всяких неожиданных транспортных стресс, которые могут принести вред. Храни их, когда они будут ходить в школу. Благослови их учебу, благослови внимание им дай, послушание, покорность. Пошли им хороших учителей, разумных и мудрых, которые научили бы их доброму. Помоги, чтобы родители их учили доброму дома, чтобы эти детки выросли здоровыми, физически, грамотными, способными трудиться в обществе, способными делать добро, чтобы эти дети выросли знающими Бога. Мы просим этого имя Иисуса Христа. Благослови студентов. Многие будут жить в общежитиях среди неверующих, многие будут находиться много времени среди тех, кто Бога не знает, кто в Бога не верует, кто грех пьет, как воду, но Ты сохрани, Господи, просим Тебя. Ты благослови школьников, которые идут в школу, и как многие старшие детки там уже научились грешить, сохрани наших детей, а тех пробуди. Пошли, Господи, страх Божий родителям, чтобы вели к Богу, чтобы рассказали о Боге, чтобы читали Библию, чтобы научили любить Слово Божье, Божью книгу, научи, потому что только в ней чистота, сила и победа. Продаем в руки Твои, в руки сильные, сохрани их, проведи их, и дай нам видеть потом результаты, когда они будут добрыми, чистыми, богобоязненными. Продаем в руки Твои учителей, учителей в школах, дай им терпения, потому что так трудно с детьми сейчас. Дай им мужество и силы. Пошли, Господи, и зарплаты им достойные, чтобы они могли содержать семьи свои и учиться. Пошли учителям, Господи, все, что нужно, чтобы они отдавали себя для обучения детей. И страх Божий пошли, чтобы больше и больше учителей веровали, что есть Бог, и что детей нужно провести к Богу. Благословим учителей нашей воскресной школы, директора, всех нас, кто будет помогать семьям. Благослови семьи христианские, чтобы детей вели к Господу, чтобы лучшее знание Бога, о Библии дети получили в семьях. Господь наш, продаем в руки Твои. Благодарим Тебя за церковь, благодарим за возможность здесь вместе славить Тебя, вместе находить общий путь к Господу, доверять Тебе. Благодарим за все Тебя, великий, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Детки, вы вели себя хорошо, но еще немножко потерпите. Мы споем «Мой дом» и я служить хотим. Все, да? Давайте споем. И в это время, друзья, мы поучаствуем в добровольном материальном служении и пойдут с подарочками, пока мы споем. И дети, которые все хорошо стояли, они все хорошо стояли, все получат сегодня первоклассники подарки. Давайте взрослые. Мой дом и я служить хотим Тебе, Христос, лишь оттому. Но дай мне силы самому послушным быть рабов Твоих, но дай мне силы самому послушным быть рабов Твоих, но помоги поступка всем быть самому в пример для тех. Сотой я должен жить, который должен я любить. Сотой меня должен жить, который должен я любить. Сотой я лишь мыслью занят я, чтоб я и вся моя семья возникли в сердце наших прав Твоих спасительных словам. Возникли сердце наших прав Твоих спасительных словам. Тебе как жертву отдаю себя и всю мою семью. Пусть слышь Господь молю мою и благодать и смерть Твою. Пусть слышь Господь молю мою и благодать и смерть Твою. Братья и сестры, и я ожидаю тех, которые сейчас придут и несут, уже несут, несут. Туда, начинайте с того края, там самые послушные были. А потом с этого, здесь тоже были все послушные. А потом Давиду дадите. по одному подарочку. Первоклассники все получают? Видите, школьники дарят школьникам. Если донесете, то и портфель донесете. там есть тетрадки. Сейчас приносите. Давай, Леночка, давай. А там еще. Он сзади стоит. А кому не принесли еще? Несите. Не, ну вот, все получили? Дети во всех есть, да? А ну поднимите, чтобы я видел. Уже проверяют, что там. Потом проверите. Есть. Значит, дети. Дети. Пусть Бог вас словит, мы будем молиться о вас. Вы будете, мы приглашаем вас и в воскресную школу проходите, на богослужение проходите. рады вам и будете рассказывать нам, как вы хорошо учитесь. Хорошо? А теперь садитесь туда, где вы сидели. Мы будем заканчивать собрание. Леночка. Спасибо. 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 .